На улице перед входом в центр овощеводства главу района встретил руководитель предприятия Алексей Солдатенко. Директор института рассказал Андрею Иванову о том, что центр существует уже 97 лет. НИСОК вносит большой вклад в решение проблемы импортозамещения на рынке семян России. Здесь ежегодно производят до 500 тонн своих сортов и гибридов. Здесь различные культуры представлены. Ну, как и везде, в адрес 1 сотки района. Алексей Солдатенко рассказал главе района о тех ученых, которые здесь трудились за все время существования института. Это один академик, один член-корреспондент РАН, 17 докторов, 53 кандидата наук, 87 исследователей. Промышленное производство, конечно, тепличное, но все огородники, это все, конечно, открыто в основном. Ну, то есть у нас большие потребители смещаются в частной секте? Да, да. А почему вы не перестраиваетесь на разработку этих грунтовых работ? Работы по направлению. Просто у нас, ну, так сложилось, что мы все-таки для открытого работали. Но сейчас, поскольку рынок диктует, сейчас идем много времени и спросом. Продукция института отвечает актуальным требованиям профессионального овощеводства и любительского огородничества. Здесь созданы генетические коллекции, ведется селекция по 118 овощным культурам. В Госреестры Российской Федерации включены около 600 сортов и гибридов F1 – овощных, бахчевых, прянов-сусовых и цветочных культур. Потребителями продукции института являются предприятия, консервные промышленности, агрохолдинги, фермерские хозяйства. Сорта и гибриды отличаются повышенным содержанием питательных, биологически активных веществ и антиоксидантов – высокими вкусовыми качествами. Устойчивость к болезням позволяет производить на их основе экологически безопасную продукцию с минимальным применением пестицидов, что особенно важно при производстве детского питания и для овощеводства в личных подсобных хозяйствах. По завершению экскурсии глава района по доброй традиции института оставил несколько строк в книге отзывов. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».